ПЕСНЯ Ах, тебя, моя родная, Ни с кем я не сравню. Совсем недавно эта чудесная актриса сидела здесь, за столом, и очень весело помогала мне радовать Петра Тодоровского. Они с любимым режиссером незабываемо пели, а сегодня о ней говорят в прошедшем времени. Нет, вернее, мы говорим о ней в вечном времени. Мы – это ее друзья и партнеры, и те, кто с нами сегодня в этом зале, и те, кто в рабочем кабинете, или на одном из перекрестков, украшенной пробками Москвы. Героиня сегодняшней программы, таланты и поклонники – необыкновенная актриса, истинно народная артистка Советского Союза и России – Людмила Гурченко. Вас пригласили, вас пригласили, вас пригласили для воспоминаний. Редактор субтитров А.Семкин. Ты здесь надолго? На неделю. Слушай, я тогда тебе наводил чего-то лишнего. Я уже не помню. Я тебе напомню. Не стоит. Люся была человек абсолютно штучный во всем, и поэтому с ней дружить было немыслимо трудно. Ее абсолютный, стопроцентный какой-то вот манией честности и правдивости в взаимоотношении очень трудно было удержаться. Да еще мнительность при этом. Я, в общем, наверное, рекордсмен. Сейчас с какого-то... С 58-го года мы дружим. Да? Ни разу не поссорились. Ни разу. Это потому, не потому, что я хороший, потому что я безвольный. Вот. И чтобы она не просила, чтобы она не велела, и чтобы она не руководила, и чтобы она сама не делала, я всегда безропотно вставал и шел, как, значит, ребенок с цыганской скрипкой. Если вы говорите о профессиональных науках, так вот, думайте, вокал, пластика, абсолютная искрометная танцевальность, ироничность, и при этом вдруг необыкновенная драматическая глубина в работах. Как ты изменился? Что с тобой? Обман прошел, очарование спало. Чего ты ржешь? Ой, она точно так же говорит, точно так же. Твоя дочь. Как она? Уже ходит. Аплодисменты, аплодисменты. И, значит, я там играл ее мужа. И она говорит, слушай, он же там ведущий артист, такой фраер, все. Тебе надо зубы. Какие зубы? У тебя прокуренные зубы, все. Я говорю, я и зубы делать не буду. Будешь. Какие зубы? Короче говоря, она погнала меня на вас в фильм. Вот. Меня положили там в гримёрный где-то на зубы. И сделали мне огромный страшный слепок. И я лежал, как повернутый памятник Сталину. Весь залитый гипсом. Вот. Потом эту челюсть из меня вынули. И мне сделали голливудскую челюсть. Я ее повторю. Зуб, если ты абсолютно идиотская, голливудская, поверх своих. Я же не без зубы. Какой бы я ни был страшный. Вот, тем не менее, вот, и она у меня выперла вперед. Я был совершенно, такой, совершенно монстр. Ну, о, прекрасные зубы. Вот с такими зубами будешь сниматься. Она говорит, Люся, не могу разговаривать. Не надо еще разговаривать. Потом озвучишься своими зубами. Какой-то говоря. Вот, кто, кроме Гурченко, мне мог бы сподолнить на это вот безобразие. Итак, мадемуазель Карина. Я слушаю вас, майор. Интересно, к какому акту вы репетировали эту сцену? Да, после того, что я увидел дважды. Надеюсь, между нами все кончено. Надеюсь. Имею честь. Прощайте. И для тебя, Люся. Люся, да. Я боялся сказать Люся, но поскольку ты уже сказал Люся, то это, наверное, очень ласковое, И она любила, когда так было. Нежное обращение. Мы ее бесконечно все любили и побаивались. Ну, что вы с ним возитесь? Быстренько закопаем и привет. Ну, домой пора, а? Правильно, Лизавета? Знаешь, я вот сейчас... Мы. Мы. Скажи, кто мы? Ну, мы молодые актеры в то время. И небесные ласточки. И небесные ласточки, да. Но уж про небесных ласточек, если ты имеешь в виду балет, вообще просто старался, и на глаза не попадастся. Уходи отсюда немедленно, пока не размазала весь грим на твоем прелестном личике. Вот это я тебе говорю к твоей искренне, подруга. Она не могла терпеть рядом кого-либо из женского пола, потому что Людмила Марковна всегда была самой красивой, самой идеальной и должна была собирать все внимание мужчин ну, приблизительно на 10 километров вокруг. Вот так. Квадратно. И она правильно делала. Это правда. По-моему, ей это давалось легко, поэтому она напряжение особого... Она особого не испытывала напряжения. Она была необыкновенно обаятельная, но она была, что, как говорится, палец в рот не клади. Ты знаешь, да. Она умела защищать себя, свои интересы в искусстве и отстаивать свою точку зрения. И, пожалуй, горе тому режиссеру, который бы настаивал на обратном. Что, мол, Людмила Марковна, вы не правы, давайте сделаем так. Я боюсь, что это был бы взрыв. Она вообще здесь, Сирис сказал, и горе тому мужу. И горе тому мужу, да. Только запомните, если вы заставите меня оправдываться, я оправдаюсь. Но только после этого между нами будет все кончено. Я впервые от нее услышал доброе слово вот как раз на съемках «Небесных ласточек». И здесь был такой очень точный у нас был эпизод на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Вдвоем мы работали, и после этой съемки она отозвала меня в сторонку и сказала «Я очень долго сомневалась в твоих актерских способностях, но один раз взглянув тебе в глаза, я поняла, что ты состоишься». Лейтенант, а что вы здесь делаете? Господин майор, я сам не знаю. Ну что? Провал? Что вы, мадемуазель? Наоборот, полный успех. Есть в ней некое постоянное мет... Видишь, я говорю в настоящем времени. Мы не можем до сих пор себе представить, что ее... Она всегда есть. Она всегда есть, она всегда с нами. Есть некая метущаяся, постоянная, абсолютная неудовлетворенность с собой. Ты это заметил. Она всегда была с собой недовольна. Сейчас скажу метафизически. И это то, что ей мешает и будет мешать уйти от нас. Да. Она метущаяся человек, она всегда искала совершенства во всем. И ей лучше было не попадаться на глаза, когда она собиралась перед выходом на сцену. Независимо от того, как она к тебе относилась, хорошо или строго, или вообще с полной любовью, но лучше было бы ей не мешать. Да. Я думаю, не надо утруждать артиста, потому что здесь две сцены, и я хотела бы одна. Где мой налог? Ну, я бы без него, если можно. Пожалуйста, как вам удобно. Пожалуйста, как хотите. Большое спасибо. Спасибо. Что это? Что это? Я ее боюсь. Она была личностью очень многогранной, с огромным духовным внутренним переживанием постоянным. Она все в себе это перемалывала, делала выводы внутренние, какие-то очень точные, выплескивала это на сцене или в кадре, и всегда это было очень актуально и очень ко времени точно. У нее было ощущение времени. Да? Точное ощущение времени. Ну, в общем, я уверена. Ну, не то, чтобы уверена, но я чувствую. В общем, разрешите мне кинопробу в вашей картине на главную роль. Снова туда, где море огней, Снова туда, с тоскою моей, Светит прожектор, фанфары гремят, Кублика ждет, будь смелее кроват, За смертью играют, Смелый терзок мой трюк, Все замирает, Все смолкает вокруг, Слушая скрипку, Дамы в ложе вздохнут, Скажут с улыбкой, Крабрый шут. Светы роняют, Лебезни на песну, Никто не знает, Как мой путь одинок, Сквозь ночи ветер ПЕСНЯ ПЕСНЯ Людмила Марковна Гурченко Кто такая Людмила Гурченко в твоей жизни, дорогая Вера? Такое большое счастье, что когда мы с ней общались, это было довольно редко, к сожалению. Один вечер мы провели вместе. Было много народу, был ресторан какой-то. Мы были в Лондоне, мы летали на какое-то мероприятие. И вот я помню, как Людмила Марковна, она абсолютная королева. Вот она как-то сидела, причем она очень свойская королева. Она так как-то общалась, и она абсолютное внимание сосредоточила на себе. Потому что всем остальным делать было нечего. Потому что та, опять же, самая ирония и та же ироничное отношение к каким-то... Ко всему, что происходит. Да, да, да. Ну, поскольку наша страна была закрыта со всех сторон, к нам долетали иностранные мелодии, но их петь было нельзя, потому умные и тонкие люди написали русские стихи, русские тексты на, так сказать, западные мелодии популярные. Воля-ре, воля-ре. Помнишь, ты пела? Сейчас, подожди, одну минутку. Я тебя сейчас разочарую. Прости. А в душе моей тихо, теплое, светлое, дорогой, хороший мой друг, Это сделали ясный твой взгляд, и тепло твоих рук. Вот это твоих рук, я умирала, понимаете? К сожалению, мы мало общались, потому что я все время думала, что вот, может быть, настоится какое-то время, может быть, мы будем где-то по работе пересекаться, как было это в театре у Леонида Григорьевича Трушкина. А что там было? Когда я вводилась в одну из ролей, там, мою подругу, банкиршу, играла Людмила Марковна, и, опять же, вводиться. И у меня, опять же, была страшная какая-то вот... Неловкость. Неловкость, да, неловкость перед тем, что вот я заставляю людей, актеров, которые все это знают, тысячу раз уже играли, со мной вот так вот проходить по мизансценам. И как-то она так хорошо, вот как-то хорошо так, по-доброму сказала мне какие-то такие совершенно, казалось бы, незначительные вещи. Какие-то, ну, какие-то человеческие очень. Ну, типа, ну что ты? Ну что ты? Ну, как-то очень точно. И все, меня отпустило. И я поняла, что я никому не досаждаю своим, может быть, там, где-то я сбилась, где-то я не точно прошла по мизансценам. Потому что я видела, что этот человек, вот, он готов мне помочь. И вот она была мне готова помочь и потом, и всегда. И когда я посмотрела картину, которую она сделала как режиссер, к сожалению, это все так вот прямо близко и рядом, и уход. И я очень-очень рада, что в ЦДЛе мы встретились, она сидела там. И я просто подошла к ней и сказала, Людмила Марковна, как я вас люблю. Знайте, пожалуйста, об этом. Вот простая вещь, естественность. И она же самая трудная в искусстве. И это, наверное, было абсолютом в образе Людмилы Гурченко. Ты хорошо сказала «Свойская королева». Спасибо за это. Спасибо, спасибо. Ладно уж, входи. Третьим будешь, горемыка. Мама дома. Доброе слово и кошке приятно. Котушке? Кошке. Снимали все у него в бенефисе. Хороший бенефис, хороший. Значит, кто там? Она была. И было вокруг три мужика. Кто? Лиепа покойный. Жиграханян и я. И там было очень много музыки. Казалось бы, Лиепа весь музыкально-танцевально. Все равно музыкальный руководитель была Людмила. И диапазон ее вокальный был. Были любые шансонетки, оперетта, водевиль, что угодно. И при этом романсы и все военные песни. Которые вот вместе с патологическим совершенно поклоняем перед отцом и детством, и харьковским, в нее как-то вошли. И она их пела необыкновенно, индивидуально, пронгновенно. И главное, что она их пела как-то дико по-своему. Эх, дороги, пыль да туман. Холода, тревоги, да степной вурия. Знай, не может, потоли своей, Может, крылья сложишь посреди степей. А дорога дальше мчится, Пылится, клубится, А кругом земля длится, Родная земля. Эх, дороги, пыль да туман, Голода, тревоги, да степной вурия. Песня «Люся» Как отзывается твое режиссерское и художническое и мужское сердце на это имя? Я вам скажу так, что я до сих пор не верю. Но так случилось, может быть, об этом мало кто знает. Вот в театре Людмила Марковна больше одного режиссера не выдерживала. Она не могла сделать проект второй с тем же режиссером. Мы сделали с ней три спектакля. То есть это о чем-то говорит. Мы сначала сделали в театре сатиры спектакль «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» по пьесе Родзинского. Это продолжение спортивных сцен. Где, кстати, инициатором работы был Ширвинд. И я могу вспомнить, что он мне позвонил как-то утром и сказал, что «Да, здорово. У меня тут, в общем, есть дата одна. Это был юбилей Ширвинда. Вот, и я тут себе такую девчонку сочинил в партнершу. Я говорю, какую девчонку-то? Он говорит, ну, Люську. Я говорю, а, Люську? Сказал я. Ну, да, кстати, много, наверное, Люсьек, подумал я. Потом вдруг я понял, что это Людмила Марковна. Это действительно дуэт такой экзотический. Они нигде не встречались. Они очень дружили. Но очень дружили. Он, значит, придумал, что им надо вот сыграть Михалев и Михалева, партийная элита. Там страсти, мордасти. И вообще такой в чем-то жесткий спектакль. Я говорю, а вы, папшу, ничего не перепутали? Так вот на юбилей-то такой спектакль. Он говорит, нет, мы с Люсей такая пара, такая пара. Она, правда, ничего не понимает в театре, сказал он у меня тут же. И вы знаете, я потом понял, что в чем-то он был прав. Потому что как актриса драматическая, вот, она была даже в чем-то наивна. Она могла заворачиваться на партнера, потому что он ее туда уводил. И она, чтобы общаться с ним, абсолютно спокойно поворачиваясь к залу спиной. Я говорю, Людмила Марковна, ну как-то, как-то все-таки надо. А потом мы уже перешли Люсе Андрюшин, говорит, Андрюш, показывай мне как можно больше, а то он меня задавит. Я говорю, я вам? Он говорит, да. Потому что я не очень понимаю, ну, женскую пластику условно. Он говорит, нет, показывай, я по-своему потом это все переведу. Полиной. Мне очень понравилось. Я больной. Полиной понравилось. Понимаете, больной. Мне понравилось. Я больной старый человек. Я вызываю полицию. Я с чаржи вызываю полицию. Какую полицию? Какую полицию в чаре? Полицию он рад. Скотти, стой. Стой, Скотти. Ты что, не узнал? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот что значит, и она набрала с годами настолько, что почти каждый реплик, это, кстати, не очень хорошо даже для спектакля, но аплодисменты, аплодисменты, настолько точно она существовала и настолько она была, вот уже, знаете, такой прямой театральной. Ей это очень понравилось. Что еще? Ты сказал, что трижды. АПЛОДИСМЕНТЫ После этого, тоже интересная история, первый московский мюзикл «Бюро счастья». Инициатором была Людмила Маркова, там, кстати, было много ее музыки, аранжировки. Почему московский мюзикл? Потому что московская тема, московская героиня, это никакая не западная калька, абсолютно оригинальная московская история про очень простую женщину, несчастную. И вот «Бюро счастья» как бы, это попытка ее это счастье найти. Там очень много было хороших героев, партнеров, Коля Фоменко, Гена Таранда, Алена Свиридова, Саша Михайловна, ну, конечно, в центре Людмила Маркова. И я вам могу сказать, что однажды она вдруг, вот так вот, как-то мы сидели в пелене, и Пилакой говорит, ой, черт, как все поздно. Ну, чего такое? Поздно по времени, что поздно? Поздно, что вот сейчас есть деньги, возможность, мюзикл, потому что она обожала эту природу, этот жанр, и все-таки, но все-таки она это успела сыграть. И вот сочинила вот историю с этим мюзиклом. Потом наш спектакль «Последний», она действительно сама придумала, что ей надо вернуться после партнерства с Шакуром в фильме «Любимая женщина-механика Гаврилова» через 25 лет почти сыграть. И мы сыграли «Случайное счастье» милиционера Пешкина. Это то, что она играла до последних дней, это такой анекдот, театральный парафраз Гоголевского ревизора. Партнеры, они были такие, что искры летели. Но вы знаете, это было даже иногда на грани фола, потому что я думал, что сейчас они просто вцепятся друг в друга, потому что договориться невозможно. Но вот сцена все как бы совершенно преображала, и уходили все сложности репетиции, поскольку энергетика и того, и ее, и его была настолько уникальна, что они как бы уже подпитывали друг друга. Уходили все обиды, все человеческое, все уходило, и зритель стоя, стоя всегда аплодировал, потому что в финале как бы Джинджер и Фред, то есть мы придумали блистательный финал после бытовухи, они выходили в белых фраках, он, а она, Сергей Каюмыч и Людмила Марковна, и фантастически работали номер с чечеткой, причем именно танцевать Шакурова учила Люся Гурченко. И тут она тоже щедро дарила все, что тоже могла и никогда никому не завидовала. Будет все, что будет, было все, что было, сердце не забудит, память только б не остыла. Людмила Марковна обожала балет и очень хорошо в нем разбиралась, она была балетоманкой, она очень много ходила на спектакли, и очень интересно, я с ней познакомился, потому что я сначала от нее получил письмо, она там высказывала свои какие-то благосклонные ко мне отношения. После какого-то спектакля? Да, на балете Паганинин. И потом она пригласила меня на бюро счастья, я пришел на спектакль по ее приглашению. Меня очень поразила такая вещь, что она действительно очень хорошо разбила Рарлос в балете, она начинала анализировать, чем Кармен Алонсо отличалась от Кармен Плесецкой. И было очень приятно, когда Катя Рождественская делала свой проект «Двадцатый век», ведь характер Людмилы Марковны, вы знаете, что он был не очень простой, и она выбирала партнера в себя сама, уже имела на это право. То вот Людмила Марковна выбрала меня себе в партнеры, и нам с ней досталось три десятилетия. Десятые годы, двадцатые, тридцатые. Съемка заняла, ну, наверное, часов семь, потому что нас перегримировали, там мы придумывали всякие вещи, это было очень-очень весело. И для меня этот день был, знаете, своеобразный, когда вот ты имеешь возможность, ты попал на мастер-класс к очень большому мастеру по актерскому мастерству. Я сидел, долго за ней наблюдал, как она гримировалась, как она подбирала какие-то штучки, она мне что-то там подбирала, чтобы я с ней гармонировал. И было очень интересно, когда уже журнал вышел, я вырезал вот там, где мы изображаем Чехова и Книперчехову, я вырезал эту картинку, купил для нее красивую рамку, поставил дома, и как-то одна телевизионная группа у меня снимала дома, и говорит, ой, какие у вас красивые дедушка с бабушкой. И я тогда подумал, как здорово, значит, у нас вышло, они не узнали ни Гурченко, ни меня. И как здорово вышло у Кати. Да, ну и Катя, конечно, постаралась. Но когда мы снимали Непманов, Катя рыдала, там рыдала вся съемочная группа, потому что то, что вытворяла Людмила Марковна, это был ее век. И мы очень так, ну, долго съемка шла, мы много с ней потешались, цитировали из ее ролей. И она мне каждый раз рассказывала, как родилась та или иная фраза, как она это придумала, так как оператор был влюблен в балерину, она подсмотрела, а потом это внесла в Небесный ласточник. Там было много всяких таких рассказов. И прошло время, она пришла на спектакль «Щелкунчик». Я уже после спектакля разгримировываюсь, ходит Людмила Марковна, а я вижу ее в зеркале. И она так на меня смотрит и, значит, дает цитату из Небесных ласточек, говорит, «Ты в Париже?» и закатывается своим смехом. А я через зеркало смотрю, говорит, «Ах ты, сучка ты, Крашина!» С нашими гримерами стал шок. И вдруг Людмила Марковна абсолютно так без запятой говорит, «Почему же Крашина? Это мой натуральный цвет волос». Девушки, уймите вашу мать! «Тихо! Тихо! 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 Зараза! Людк! Людк! Деревня!» Первый раз она пришла, когда я снимала в квартире. Я только начинала работать очень долго. Ее вызванивали, и у нее был период такой застоя. Она очень боялась каких-то новых предложений, тем не менее. Боялась, наверное, что что-нибудь сорвется или опять будет какая-то неудача. И когда она пришла, мы с ней очень долго выбирали те картины, которые мы будем делать. Я не знала, что ей предлагать. Ну, то, что я думаю, что Гурченко, мастер, она должна сама знать, в чем ей будет приятнее и вольготнее. Но, тем не менее, я какие-то картины уже держала в уме, в том числе и любительницу абсента Пикассо. И она говорит, ну, мне хочется что-то такое воздушное, что-то из модерна, начало 20 века. Мы с ней нашли пару картин таких. Ну, мне еще что-то хочется. Я мечтала сыграть Елизавету Английскую. Нашний портрет Елизаветы Английской. Говорит, ну, вот еще, не знаю, что-то вот, что-то такое ломаное. Я ей предложила любительницу абсента. Она говорит, ты мой человек. Ты мой человек. Вот ты прочувствовала. Я помню, как она репетировала. Она каждую картину репетировала. Единственный человек из всех, наверное. Ну, может быть, еще там два-три. Она, можно сказать, была моим учителем. Она меня учила трепетно относиться к каждому съемочному процессу, к каждому рабочему дню, к каждому человеку, который ко мне приходит. И я очень рада, что это вот произошло тогда. Она экспериментировала, она пробовала себя. Я очень люблю художника Клинта, и у нее есть две юдифи. Я ей хотела предложить вторую юдифи, где у девушки оголена грудь. И она совершенно с легкостью на это пошла. И я была просто удивлена, потому что, ну, настолько это было для меня неожиданно. Она говорит, ну, я же актриса, я понимаю, вот этот потрясающий персонаж. И это все оправдано. А когда все оправдано, то совершенно спокойно на это надо идти. И для нее не проблема была быть смешной. У меня есть одна работа, называется «Пирожное», что ли. Когда она, открыв рот, запихивает себе пирожное, высунув язык, глинющий. И вот в профиле это все показано. Ну, я не знаю, кто бы второй. А ей было интересно. Она говорит, ну, это же жизнь, это же, ну, а почему нет? Ну, все едят пирожные. Ну, это же интересно посмотреть со стороны. Интересно посмотреть, как это делаю я. Поэтому вот меня удивляло. Причем это сама она принесла. Я бы в жизни никогда не осмелилась ей это предложить. Она очень часто приносила какие-то вещи, которые она уже относила. Ей было жалко их куда-то выбрасывать. Поэтому у меня есть такой уголок Людмилы Марковны, где собраны ее вещи, шляпы, какие-то потрясающие накидки. Такой микромузей, чем я очень горжусь. И вообще она очень творчески подходила к тому, как она выглядит. Она сначала давала подумать другим, потом добавляла от себя. И вот эти добавки, конечно, они были вот те же мчужины, которых так иногда не хватает. Она, в общем, была режиссером своей жизни и очень успешно этим занималась. Добряки, что называется? Денек. В один прекрасный день, или непрекрасный, я уже не помню, позвонила Гурченко, я снял трубку, и она сказала, «Здравствуйте, это некто Гурченко, я обомрел». Я вас жду, сосед, майор. Как интересно! О, какая жизнь! Спокойно, спокойно. И она мне предложила пьесу. Мне привезли пьесу, я ее прочитал, я ей позвонил, дрожащей рукой, вот, и сказала, Людмила Марковна, что-то вот не то, не катит. Она говорит, да, я сама чувствую. А вот еще одна, и прислала еще одну. И опять почитал, вот так было три раза подряд. На третий раз я, чтобы она меня не послала уже, и не сказала, да иди, ты ж, мне ничего не нравится. Вот я говорю, Людмила Марковна, может, вначале поснимаемся в задове? Я, естественно, ожидал ответа. Ты с ума сошел, мне очень нравится, но я не буду. Или наоборот, мне не нравится, я ненавижу. На что она сказала, Нагиев, вы дурак, я ради этого и звонила. Да что вы говорите? Как интересно, слушайте. А ну-ка, пойдемте, пойдемте, расскажите мне. Пойдемте. Расскажете, да, нашли тут Андерсена. Не забывайте уже, давайте, что ей было 69 лет. Она играла мою любовницу по кадру. И она кокетничала, это феерия была целая. Она хохотала, наш режиссер Андрей говорил, «Людмила, ну сколько можно хохотать?» Она ему говорила, помолчи, пожалуйста, когда еще Нагиев за попу потрогает. Феноменальное чувство юмора. Вася, я вовсе не старая. Да ладно, а я это вы... Да, не верите. Ну, почему? Да, пожалуйста, почему не верите? Нет, верю. Минуточку. Понял. Жди. Ух ты, елки, а! Вот ее, да. Восхищаться было чем? Она была в потрясающей форме. Уже под конец, вот, когда там к 75, она немножко вот как-то ссутулилась. И то, и то она как держалась. А тогда 69, казалось бы, она настолько прямая и красивая была. И случайно, естественно, никаких замков на дверях не было. Наш гример, она же костюмер Ирочка, помогала ей переодеваться к следующему кадру, одеваясь в какое-то красивое свадебное платье. Вот, и я, естественно, вперся. Гурченко стояла в чулках, в изящнейших трусиках, может представить. Увидеть голую Гурченко, это все равно, что увидеть голого Ленина. Где-то так. Я даже не мог. У нее ни одна мышца не дрогнула. Она сказала, ну, либо заходи, либо туда, либо сюда. Вы удивлены? Пресвятой апостол Феофан. Она говорит, что она ест все подряд, что она на ночь ест макароны. Сидеть. Вот лукавила. Она за целый день там сушечку погрызет. Она держала все равно себя в руках. Василий, я хочу вам сказать, что я на неделю уезжаю в Петрозаводск. Зачем она? Ну, знаете, нервы подлечить, здоровье проверить, да. Честно сказать, я там хочу сесть на кремлевскую диету. Вот, концовка. Он ее бросил. Василий Задов бросил свою любовницу. И вдруг я ей звоню, говорю, ну, Марков, а что, если мы сделаем сцену прощения? Вася Задов курит около мусоропровода и звонит. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Вася. Она сказала, гениально. Она из гостиницы берет такси и приезжает. И мы доснимаем. Что там? Ну, что это? Это же не Спилберг, слушайте. Я думаю о вас. Толя, а я об вас. Майор. Прапорщик. Я Толя. Она этим горела, конечно. Это ее в результате-то, в общем, и оставила вот в жизни, к которой мы все привыкли, а так по большому-то счету ни с чем. Именно то, что она горела, вот профессией работает. Я ухожу от колких взглядов. Я ухожу от горьких слов. Не надо мне, вы слышите, не надо мне, не надо все то, что в сердце вашем не любовь. Второй дубль три. Топ. Вот и все. Снято. Всем спасибо. Спасибо. Дорогие, дорогие, любимые Светлана и Толя. Вот вам пришлось работать с Люсей, с Людмилой Марковной в фильме. Скажите, пожалуйста, вот она это слышит. Я просто хочу сказать, что Людмила Марковна, для всех Людмила, Люся, Люсенька, она совершенно уникальный человек и гражданин, и вообще актриса. Она личность совершенно невероятная, потому что нужно знать, ее было с Авгика, все то, что, так сказать, она из себя представляла, и все, что потом она сделала сама. Ну, во-первых, это потрясающий партнер. Я не знаю, на нее многие жалуются, говорят, она вообще невыносима на площадке съемочной. Большего друга и помощника. Ну, конечно, не она одна, но один из наилучших партнеров и помощников в работе, я не знаю. Я всегда говорю о Люсе, Люсеньке, о тебе, моя родная. Говоря и называя, и рассказывая очень коротенько, постараюсь, один маленький эпизод. Дело в том, что когда мы снимали «Гардемарины» уже три, мы ездили очень далеко, за Дрезден, в какой-то замок 17-16 веков, где было безумно холодно, а это уже было начало декабря. А параллельно она еще должна была работать на «Берлинаре», и теперь там пять минут, пять минут. Поэтому она металась между нашей работой. В шесть часов утра нужно было встать, сесть в машину по бану, доехать. Это, значит, уже рассвет к началу девятого. Это вот эта холодрыга в этом замке за Дрезденом. А там уже ее ждет машина и ждет, когда она вот-вот-вот закончит, чтобы увезти ее на репетицию туда, в западный сектор. Ей предложили «Суит» или «Коклюта» вот этот знаменитый номер «Гарбо». Она сказала, нет, я буду жить здесь со своим родным народом и коллективом. Поэтому она жила, брошенные казармы военные, да, она жила в генеральском номере. Ей топили углем, ее обожали все. Она ведь совершенно детское тело под, так сказать, этим роскошным лицом. Поэтому ей валенки, носочки, все, что она хочет. И вот эта любовь была на нее дороже, чем то, что будет номер «Гарбо». И, наконец, мы приезжаем в этот самый замок. Постепенно, значит, там раскладываем мизансену. Все бегают в валенках, в шубах, в варежках. А ей нужно быть обнаженной, роскошной, в бриллиантах и кокетливой, и так далее, и в панике. И вдруг подходит ко мне моя гримерша, наша гримерша, и говорит, Светлана Сергеевна, я не могу ее гримировать. Только вы можете с ней договориться. Я ничего не могу, я ничего не могу. Я вхожу в эту крошечную келью с узким, длинным, запотевшим от дыхания и рыданий Люси Гурченко келью. Она смотрит на себя в зеркало, рыдает слезу у нее градом, трясется и говорит, «Матка, рыдный, за что ж там это так, Господи? Ну, что ж мне на такую холодную боль?» И рыдает от холода, от бессознания, от холода. Она очень была мерзлявая. Я ее обняла, прижала к себе, вот тут с плечо. Там горячие слезы. «Светка, ну за что же именно так? Ну, за что же именно так? Ну, айде будем ременоваться от твоего вас сейчас?» И затем входит уже в мясо-сцену герцогиня. «Как моя дочь, вы видели ее? Здоровая ли она?» «Не волнуйтесь». «Что с ней?» «С ней все благополучно». «Благодарю вас». Другое дело, что вот до тех пор у нее снизу шуба, под шубой валенки, между ними ногами стоит горячая, значит, вода в тазу, потому что там все должно хотя бы там лезть. И периодически она засовывает туда руки, в перчатку, чтобы руки были несколько, так сказать, изломаны, да. И она работает как будто вокруг Италия, где все это на острове Гарда, на озере Гарда. И она говорит, ну, а подайте мне, что бы такое остренькое. Нахожусь в крайне затруднительном положении. Бестужев подозревает заговор. Брокдорф бежал. Моя маленькая дочь. Над моей веке тучи сгущаются. Как Люся относилась к себе в твоей камере? Ну, она, во-первых, ну, она, я не буду говорить, все об этом уже говорили, она была потрясающая актриса, но она была фантастический кинопрофессионал. Потому что, когда разводилась мизансцена, она все время ко мне подходила. Толечка, какой мой лучший ракурс? Я говорю, значит, так, Люсь, значит, носик вот пониже, вот так в три четверти, а потом, когда вот перейдешь на эту мизансценцию, чуть носик поднимешь, а глазки вот так, если у тебя получится. Это не твоя забота. Говорила она. После этого, когда начиналась съемка, в любой мизансцене она выходила именно в то положение, в котором она была красавицей. И она действительно была красавицей, красавицей во всем. Тут такие события, а вы шляетесь неизвестно где. Я не шляюсь. Я каталась в лесу. Мы помогли чинить карету, поэтому я и задержалась. Не сметь так разговаривать с матерью. Первая наша встреча была, когда мне было всего 18 лет. Это был мой второй фильм после Чучела. И сразу Принцесса, и сразу Фике. И она ко мне как-то достаточно быстро прониклась. Тем более играли мы родственные души, дочь и мать. И в кадре, и, так скажем, в истории. Да, это достаточно сложные отношения. Ангел мой. С тех пор, как я увидела вас, я помню. Прекрасно. На работе, если какие-то, например, возникали конфликты, когда она могла показать свой характер, о котором говорили, что ох, вот какая она. И это было все естественно. Потому что действительно она требовала от других такой же самоотдачи, какой она требовала от себя лично. Она требовала профессионализма. Если вы уже снимаете кино, если вы взялись за какое-то дело, то будьте профессионалами. Пожалуйста. Есть там от мелочей, да, опять-таки от гримеров, техников, осветителей. Поэтому, естественно, если ее что-то не устраивало в кадре, там, еще что, она, конечно, предъявляла свои претензии. Это абсолютно правильно. Я пересяду. Наши корейки слишком тесные. Хальт, мой. Ведите себя прилично. М-м-м, майн-год. Она очень серьезно подходила к своему персонажу, к своей роли. И, не знаю, может, для каких-то актеров это, наоборот, от обратного. Но мне, например, тоже это помогает. Сначала найти свой образ. И от этого образа уже искать характер. Я увидела, как она тщательно, трепетно, кропотливо относилась к каждому миллиметру своего, так скажем, вида. За нами наблюдаем. Вот, Константин Владимирович, вам аплодисменты вот за эту роскошную книгу. В этой замечательной книге одна из лучших статей – это душевное открытие Люси Гурченко. Вот скажите, основное, что высказала Люся Гурченко в этой работе о Бернесе и о себе? Для меня большая честь говорить о Людмиле Марковне. Большое счастье и, вместе с тем, огромная печаль. Дело в том, что когда она вспоминала Бернеса и его строгую отцовскую любовь к ней, иногда даже суровые отношения, так сурово он с ней обращался, именно потому, что он видел в ней огромный потенциал. Он сказал ей при встрече, «Знаешь, ты дура, ты просто не понимаешь сама себя, ты не понимаешь, что в тебе есть, ты можешь, ты должна шире смотреть на вещи, иди в жизнь, будь в мире, в мире будь», – говорил он ей. Живи в мире, и при этом они жили некоторое время в одном доме. Он на пятом этаже. С этого начинается ее воспоминание. Она на девятом. И вдруг появилась надпись «Костя». Кто-то мелом написал «Бернес плюс Гурченко равняется любовь». Это она там всего неделю живла и не видела никогда в жизни. Она никогда не видела. Она знала, что он на пятом этаже живет. Там крошечный лифт, который я хорошо знаю. Там больше двух человек не может разместиться в этой тесноте. И она с ужасом всегда думала о том, что вот наступит момент, когда она войдет и увидит этого знаменитого, любимца всего народа, этого актера, которого она боялась, зная, что он человек очень непростой. И когда не случайно в лифте все-таки и он выходил. Когда он уже выходил, он повернул голову и сказал ей, «А я бы плюса не поставил». И она долго ломала голову. До нее это не дошло сразу. Она долго думала. О чем речь? Ей приписывали романы с одним, с другим, с третьим. Но «Бернес»… Ты моя звезда, Карина. Моя душа не в силах остаться равнодушной к истинному таланту. Ты талант. А ты моя звезда. А я тебя обожаю. Вашей книге, в этой главе, которую она написала, она поделилась моментом, когда она хотела уйти из жизни. У нее был страшный период. Восемь лет, когда ей не давали работать. Жизнь ее обидела. Когда страна ее обидела. Здесь она зафиксировала, когда ей не надо было жить. И ее спас Марк Бернес. Скажите, Костя, как это было? Это было трудное время для Бернеса, потому что он в 56-м году похоронил свою жену Полину Семеновну. И осталась трехлетняя дочка. И вот Людмила Марковна позвонила, ему сказала, Марк Наумович, мне плохо, я умираю. И услышала, немедленно приезжай. И он держал ее за руки. Она говорит, что он ничего не говорил. Он не утешал ее. Он только молча слушал. И как будто вбирал в себя мою боль. Потом раздался телефонный звонок. Он с кем-то разговаривал. Он говорил о том, что вот погибает огромный талант, прекрасный человек. Она все это слышала. Вот. И одним словом, он поддержал ее в эту тяжелую минуту. Точно так же, как давал ей возможность просто-напросто подработать на хлеб насущный. Когда он ездил. Да, когда он ездил на гастроли. Поручился за нее. Для него вообще главное было выйти на сцену. Да. Видели ли вы в ней человека, который пережил трагические страницы, когда вы общались? Вы знаете, еще не познакомившись с ней, я выписал в свой дневничок буквально три фразы из ее прозы. Делать добро. Разве это не говорит о широте души, о безграничности таланта? Забывать о добре, грех. И, наконец, самые пронзительные, самые точные вот для меня. И пережитые тоже. По-прежнему ошибаюсь в людях, ибо не могу жить без любви. Вот об этом мы с ней говорили. Вот это потрясающий финал нашего разговора. Минуты, часы, не годы, понимаешь? А секунды остались, секунды. Мне нужно работать, работать, работать. Я бы ничего в жизни не сделала. А жизнь не обтечу. Я же все понимаю. Это же мучает меня. Все понимаю. Не смотри на меня таким сочувственным взглядом. Не жалей меня, понимаешь? Оставь тебя в покое. Мой поезд ушел. Скажи, пожалуйста, кто такая Людмила Гурченко для тебя? Дело в том, что моя, например, жизнь достаточно уже, в общем, тоже не короткая. И думаю, что жизнь очень многих наблюдателей этой передачи. Началась с того, что Людмила Марковна Гурченко уже была. И вот Людмила Марковна ушла, и мы как бы присутствуем постоянно рядом с ней. Мне повезло, потому что я познакомился с ней лично, когда возникла церемония «Золотой орел». И первую церемонию ей предложили ее вести. Она будет там пять раз выходить, как бы меняя платье. И каждый раз что-то будет... А я должен был, вроде бы как, мне предложили написать ей пять каких-то монологов, там, вот, ведение этой церемонии, где она должна была какие-то вещи говорить. Я пришел к ней домой, и я ей сказал, что я только хочу просто, чтобы она мне что-нибудь наговорила бы, а я ушел бы. И она стала рассказывать так прекрасно, так живо и шикарно. Мне оставалось только просто, ну, помочь чуть-чуть ей просто сказать, что это кожа, все есть. И она это сделала. Вот это была такая, ну, вот с ней лично было одно наслаждение слушать. То есть она была остроумно, язвительно, точна в своих каких-то оценках и суждениях. Действительно, она была феноменально одаренным вот таким, таким сгустком каким-то человеческой, творческой энергии. Опять не люблю этих, других не подберу. И она просто существовала как бы рядом с нами так долго и так ярко, как я аналогов не знаю, скажу тебе просто. Да, необычайное. Да, вот это хорошее слово. Она была таким многолетним протяженным событием жизни, не побоюсь этого слова, нашего народа. Гурченко была событием жизни народа. Вот я так скажу. Я тут прикинула, что вы могли подумать, что я ничего подобного. Это к тому, чтобы вы меня запомнили. Кстати, я у вас пробовалась, но вы меня забыли. Напоминаю. Лера Гончарова, Валерия Васильевна. До скорой встречи, товарищи. Еще раз прошу прощения. Говорю честно, откровенно. Буду стремиться не заплакать сразу, но мне очень грустно, потому что такие люди, как Люся, мало бывает, к сожалению. Я видел тот путь, который она прошла. Даже не боюсь сказать вам, трудный путь ее, человеческий трудный путь. Когда я вспоминаю о ней, то мне грустновато, что ее нет. Вот я с ней играл, так сказать, любовную историю, старые стены. Ее хотелось добиваться ее. Уговорить ее на эту любовь, на это счастье и так далее. Она была и есть в моей жизни, в человеческой жизни. И очень трогательная, и очень желанная. Она была и резкая, и достаточно непримиримая, если ей это не нравилось, не хотелось. И с другой стороны смешная какая-то, очень. И смешная, и смешливая. Дай поберечь. Пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо. Я сам знаю, когда можно, когда нельзя. Не беспокойтесь, я всего на одну минуту сюда. Александр Иванович, миленький, меня нет, я в 9 прихожу. Да-да, в 9.00. Я скажу, что 5 минут, это не Гурченко. Это не Гурченко. Вот Гурченко мне больше из старых стен. Гурченко. И даже из этой вот рецепт, вот этого хулиганства, этого только что немножко страшновато, что она делает. Никогда, слышишь? Никогда не смей ко мне прикасаться своими дурацкими руками. А такая милота, общая милота, ну, справится, и хорошо сделает, и мы похлопаем, и будем говорить, молодец. Но она была актрисой удивительного нарушения законов. Я думаю, что в этом он был, она была очень интересна. Очень. Мадам, я не замужем. Мадемуазель. Марти, Эмилия Марти. О, эту девочку я где-то видела. Это моя дочь Кристина, она тоже поет в театре. О, теперь все поют. Пожалуйста, автограф. Она была человеком очень сложным в работе. Таких работ было три. Это фильм Евгения Гинзбурга «Рецепт ее молодости». Это спектакль, мюзикл «Бюро счастья». И фильм Рязанова, вот где четыре актрисы играют четырех замечательных женщин, находящихся в войне со всей страной, и в результате побеждающих. Она там пела песню матери. Очень здорово это сделала. И у меня, когда я вспоминаю о Люсе Гурченко, я все чаще почему-то о ней вспоминаю, и все, как ни странно, теплее. Хотя были баталии ужасные у нас с ней. И мне надо было бы вообще эти баталии, было нехорошее предзнаменование. Дело в том, что Женя Гинзбург, когда меня первый раз привел к ней, у нас уже все тексты фильма «Рецепт ее молодости» были, все было утверждено. Осталось только, так сказать, поговорить с актрисой. И когда мы пришли на Грохольском, она, по-моему, жила где-то на проспекте Мира, позвонили в дверь, дверь открылась, вышла вот такая вот собачка. Ко мне собаке хорошо обычно относится. Ее трясло от ненависти. Она сказала «Аф!» и обессилев просто упала, потому что ее не хватило больше ни на что. Мы вошли в комнату, мы впервые в квартиру Люси, мы впервые с ней познакомились. Ребята были очень... Вся группа была, были очень неловко, так как-то себя держали, потому что им казалось, что все в порядке, а тут все сначала начинается. Люся сказала, пианист, он тогда был ее мужем, Костя, она сказала «Костя, я вот вам сейчас скажу, я видел тексты, все это нормально, но это по-другому будем делать». «Костя, сыграй!» и она сказала, назвала фамилию какого-то американского певца, которого я не знаю. Костя ушел в соседнюю комнату, сел за рояль, стал играть, а она, она была в джинсах, она стала танцевать, как она это умеет делать. Все сидят, значит, с одной стороны в восхищении от того, что видят, с другой стороны в ужасе, потому что сейчас ряшенцам встанет и скажет «Тюк-чет, я все сделаю, не буду я с вами». В общем молчании я вдруг сказал «Я понял, вам нужна просто полная свобода, да?» Она говорит «О, все, будем работать». Я ей оставил книжку свою, в которой были какие-то тексты из мюзиклов. Вечером она мне позвонила, сказала, вот тут есть такие строчки, они мне нужны. То есть она сразу взяла из книги что-то, что нужно было ей для работы. Я должен сказать, что с ней трудно было подпартнерство, что она все брала на себя и ничего не оставляла, как бы человеку, который с ней работал. Я вот, это зависит от того, как она относилась к человеку, с которым она работала. Вот она очень русская актриса, вы знаете, я это понял в один прекрасный момент, просто сразу. Когда она однажды во время работы над рецептом ее в молодости, мы с ней сидели, она вдруг как-то сокрушенно сказала. А за что меня любить будут? Вот зрители, за что меня будет любить в этой роли? Ну, я хочу себе бессмертия, я его добываю, это бессмертие. А за что меня любить? И мы с ней задумались. Ей важно было, чтобы ее любили за что-то хотя бы. Мы долго с ней думали, потом мы пришли к выводу, что, добывая это бессмертие себе, она понимает, что, ну, проживет она вот 300 лет. А с кем вспоминать тех, с кем она была счастлива, когда ей было 30 лет? Вспомнить-то не с кем, это страшно. Вообще, я сейчас, когда вспоминаю, сердились друг на друга, невозможно. Но я сейчас, чем дальше, тем больше я просто скучаю по работе с ней. Это был рецепт ее молодости? Это был рецепт ее молодости. А вот на записи музыки к рецепту ее молодости я пережил, может быть, самое событие, которым я, может быть, больше всего горжусь. А дело было, значит, так. Я, когда уже все тексты апробированы, режиссер сказал «да», Люся Гурченко сказала «да», все артисты сказали «здорово». И, знаешь, я прихожу на запись, просто кейфоваясь. Сидит громадный оркестр Союза кинематографии, сидит масса людей. А Люся нет. Вдруг она откуда-то выскакивает, вот с такими глазами подбегает ко мне. Ты знаешь, я каждому из героев не в своей рыбе, не в своей мелодии буду говорить, а каждому в его мелодии я скажу то, что я хочу ему сказать. Я задумался на минуту, я говорю «это здорово, Люся, здорово». Ну, понимаю, что мне предстоит. То есть все тексты переделал. Когда это все будет? А вот сейчас. И только она меня могла завести на такую работу, потому что я бы все, кто спасал. Потому что нереальная вещь, совершенно. И я вдруг слышу, как кто-то из меня говорит. Так, комнату, помощника режиссера, бумагу и карандаш. Мне все это доставляют. И между нами, между мной и между ей, которая стоит перед микрофоном, курсирует помощник режиссера, который берет от меня текст, относит ей для того, чтобы она записала первое проведение. Потом бежит ко мне. Я пока она пишет, только молю, думаю, что она ошиблась. Затянула. Мне успеть, да, затянула хоть второе. Я второе проведение, третье проведение, четвертое проведение. Когда она вышла, она два раза хлопнула в ладошь и сказала, «Браво, Ряшенцев!» Вот это было как орден. Я ничего, так сказать, более высокой похвалы и более приятного ощущения от профессионала, от такого профессионала, как Людмила Марковна Гуршенко, я больше и не получал. «Браво, Ряшенцев!» «Я даже плачу, но не от того, что так смешно бессмертие решилось, а от того, что в этот мир влюбилась так поздно, поздно, только и всего». Женя, мне приятно говорить с вами еще потому, в контексте этой программы, что Людмила Марковна очень к вам нежно относилась. А началось это с фильма... Это фильм-мюзикл «Мама». В двух словах немножко скажу об этом. Я позвонил своей маме, она провинциальная актриса была, я говорю, мама, меня приглашают сниматься, причем музыкальным фильмом. Она говорит, ой, она была актриса-певица. Она говорит, Женя, это гениально, потрясающе. А кто там играет? Я говорю, Гуршенко, коза, боярский волк. Она говорит, на козла не соглашайся. Я говорю, мама, мне предложили роль барана. Она говорит, это меняет дело. Пошла молодежь, ох-ох, так много хотят. Им все отдаешь, ох-ох, и вот и вот так. Не спают они домашних забот. Я ночи и дни, ох-ох, дружусь напролет, понимаешь? И там я впервые встретил эту великую актрису. Ну, во-первых, я столкнулся с таким юмором этой актрисы, таким не актерским юмором, а житейским юмором. Как-то была пауза, мы сидели там, курили актеры. И подбегает какой-то мужичок с ее фотографией, с авторучкой, и говорит, Людмила Марковна, будьте любезны, подпишите, пожалуйста, фотографию. Кстати, а сколько вам лет? Ой, дурак, ой, дурак, дурак, что я не... Я дурак, нельзя же спрашивать женщин, дурак. Простите, по губам бьет себя. Она говорит, успокойся, мне 25 и дофига месяцев. Сколько тебе лет? Знаешь, у женщины не принято спрашивать о возрасте. А зачем вообще скрывать свой возраст? Вот мне, например, скоро будет 19. Я это не скрываю. Олег, знаешь, когда мне было скоро 19, я тоже не скрывала. Снайперская, снайперская женщина. Вот она действительно, особенно, когда ей не нравилось что-то. Если человек нравился, она, по-моему, могла, ну, немножко, так сказать, повальяжничать. Это правильно. А если что-то не нравилось, если что-то задевает, попадала сразу не в лоб, а в глаз. Да, да, в третье причем. В оба. Ну, в общем, были съемки, снимались. Она никогда не каталась на коньках. Если вы помните, там во второй половине фильма все залито там льдом. А она вообще не выходила на лед, потому что, ну, у нее и ножки такие тоненькие, она вся, она в детстве болела дистрофией. Это как бы известно. И она не одевала. Коньки были под коленку, прям завязывались такие шнурки. И один раз она одела эти коньки. И еле-еле вышла на лед в паузе. Сидит там куча мамы, там бегают дети, овечки, ласточки. Родители сидят на стульчиках. Огромный павильон, третий, по-моему, павильон Мосфильма. И случайно подъехал Олег Попов, обнял ее. Она говорит, Олег, не трогай, пожалуйста, меня не надо. Я тебе борожу, не надо. Он что-то со страха там падает на нее. И раздается дикий крик на весь этот павильон. Кошмар. Мамы застыли, дети повзрослели резко. Мамы застыли. Крик, ну, я не знаю, это такой крик был кита какого. А когда все пришли в себя, увидели, что у нее нога вот так. И синеет нога. Сломалась нога. Он играл медведя. Ломал бы крочковскую ногу своей медведице. Там, пойди, сломай ей ногу. Он сломал козе этой несчастной. В общем, это было страшно. И когда он однажды, он забыл извиниться. Это правда, она мне рассказывала. И через два месяца там у нас был большой отпуск. Я получаю телеграмм. Срочно в Москву вылетаем на съемки фильма «Мама». Думаю, ну, наверное, другая актриса. Ну, что могло произойти? Иду по отелю. Меня уже привез администратор. Иду, вижу, странное существо идет передо мной. Два костыля. Рядом два мужика. И поддерживают что-то такое. И я обхожу ее с чемодана, поворачиваюсь. И вижу Люся. Она прилетела в гипсе по бедро с двумя костылями с мужем-молодым пианистом. Кто-то там еще. И идет на съемки она. Это было, конечно, поразительно. Она проснималась всю картину в Румынии на натуре. Ее снимали крупно только так. Пять человек мужиков лежало вот так, держало ее за... Это было, конечно... Она пела песню. Мама, первое слово. Это, конечно, действительно уникально. И знаешь, какой глагол ей подарил папа? Что ты не беспокойся. Ты все равно артисточка. Ты всегда должна быть в порядке. Ты должна выделяться. Вот. Вот это слово. Артисточка – это такая профессия, что ты должна выделяться. Ее всю жизнь выделяло что-то. Она была не зазнайкой. Ты не видел в ней, как молодой актер, которому она благоволила, чтобы она задирала нос там или еще что-то. И скажи, пожалуйста, Женя, ей было интересно узнать, чем ты занимаешься? Вот вы подружились. Она ходила к тебе на спектакли, например? Она ходила ко мне. Я никогда не забыл. Спектакль был в то время, в начало 80-х. Вениамин, ты, наверное, этот спектакль помнишь. Спектакль по Хармсу. Мы первый поставили в Советском Союзе. Школа клоунов. И там есть сцена, великая сцена. Говорят, я ее не видел, потому что я ее играл. Пощечины. Два как бы интеллигентных человека. Второго интеллигента играл Карцев. А я играл первого интеллигента. Он сначала бил меня по морде, а потом спрашивал, вот вам и зима настала. Пора печи топить. Как по-вашему? Я начинал думать, мне отвечать ему на поставленный вопрос или я должен понять, в чем дело. То есть он меня избивал. Всю эту сцену он бил мне по роже. Я сыграл 500 спектаклей, во-первых. И когда она пришла, она говорит, Жень, ты чего терпишь? Дай ему по яйцам. Ты чего? Это Люд. Ты, как я поближу, угорячился когда-то. Я твой пыл остужу. Отмечай, где козлята? Простите, тетя Маша. Я больше не буду. Чего она не доиграла? Вот скажи, пожалуйста. Она не доиграла роль мамы в жизни. Ей вот эта роль матери не удалась. Это не первый случай. Поверьте мне, она любила профессию. Не себя в профессии, потому что Люсю в этом обвинить никогда нельзя. Она шла до конца. До победного. Никто, как она не пела военные песни, вы знаете. Никто, как она не пела вот это. Никто, как она не пела вот это. И есть роли, которые никто ее переиграть никогда не сможет. И поэтому вот Люся, она из особых, она из особых людей. И до нее надо еще тянуться, тянуться и тянуться. Мне кажется, нам всем, кто... Получается, что ее жизнь, это и есть ее главная роль. Совершенно верно. Абсолютно правильно. Спасибо. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Так бывает ночью бессонною, мама потихоньку сплотнет. Как там дочка, как там сынок ее, лишь под утро мама уснет. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, землю и небо, жизнь подарила мне и тебе. В завершении сегодняшней программы «Таланты и поклонники» я хочу прочесть три маленьких отрывка из вакханалии Бориса Леонидовича Пастернака. Мне кажется, что эти стихи хорошо описывают природу этой щедрой стихии. Сколько надо отваги, чтоб играть на века. Как играют овраги, как играет река. Как играют алмазы, как играет вино. Как играть без отказа иногда суждено. С трекозою такую родила ее мать. Ранить сердце мужское, женской лаской пленять. Но конец героини до скончания времен. Будет славой отныне и молвой окружен. Вечная память и вечная наша благодарность вам, Людмила Марковна Курченко. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Мама, мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, мир подарила, мне и тебе. Если говорить совсем откровенно, то в жизни нас не существует. Есть только мама, но мы живем в ваших сердцах, в вашей памяти, если, конечно, бы нас не забыли.